серия распространяется не знаю первый раз такую вижу и короче мы еще будем играть в первую серию посмотрим как вам зайдет зайдет мне от разработчиков заря 1 довольно популярна текстовая игра если хотите youtube рм с с с с с с с с с то есть женщины только ну вот это выпить я с тобой шокерок короче вот такой подвенечные платья ну и все нельзя изменить готова самый лучший день это будет прекрасный день самый лучший из всех не слышал как ты вошла мне можно и мне разве не должны вы устраивать церемонию там все прекрасно и готова как и ты кстати это вопрос или утверждение конечно утверждение вам предстоит сделать выбору убрать умом сумму ведь каждый выбор повлиять на историю в той или иной степени родители мама а каким был день твоей свадьбы ну и спасибо матери да все было прекрасно весь город был украшен и даже приплыла из родня из исландии и у испании ехал через всю колонию люди мне бросали поздравления все за правду было лучшим днем моей жизни и ты не представляешь в какую копейку встала моей семье все хотели произвести впечатление все опять вот опять ты все к деньгам свел бомбом о колокол уже зовет пошли какая красота все просто великолепно устроили наконец дочь оценила наши усилия дум думал не дожил до этого дня священник неврозно переберет щетки шепотом и давай сегодня без твоей магии не начинай а вот и она обращаясь к фигуре у алтаря ну разве она не прекрасна да ну вот несколько шагов и новая жизнь без всякого такого без вот такого не ждали это что это черт побери кто ах подать в обморок взмах клинка нет кровь пустнул на алтарь ха 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 вы думали это конец нет это только начало этот город будет пылать этот мир будет пылать это теперь будет мой мир тук-тук а теперь приснилось понятно чтобы все в порядке да простуден сон хорошо собирайся да у тебя у тебя еще уйма дел до вечера какой странный сон очень странно давным-давно примерно в семнадцатом веке в одной колонии испанской империи а где лайда единственная дочка императора колонии эти земли еще во времена конкистадоров были заселены ее предками и с тех пор за поколение за поколением их род правит этими землями жизнь девушки прекрасна и беззаботна беззаботна долина имеет прекрасное образование и с оптимизмом смотрит на свою предстоящую жизнь отправляясь из дома на прогулку она думала о а а ничего было крутиться под ногами удобно точнее его коня ну теперь ты за это получи как следует больно парни пара неместных солдат увлечены лупили парнишку Адалена хорошо знала паренька звали Вильям и он частенько помогал ей в делах некоторые выборы увеличивают значение силы или дипломатик долины выбирайте тот что подходит именно вам эти выборы значительно повлиять сюжет истории проходите дальше гражданка не вмешивайтесь тут происходит воспитательные работы да и в чем его вина устал на пути Дона Диего де очи когда тот спешил по крайне важному делу они просто выскочили на меня из угла вы решили задержаться еще дольше лупуцей несчастного мальчишку что такой приказ Дона Диего приказы не обсуждаются но что закончили кого чертовы вы тут стоите и лясо точите мы провели раздействительные беседы с местным населением местным населением ничего ничего не надо объяснять оно должно просто слушаться приказов моих приказов а вы собственно кто такой представьте меня перед тобой Диего де очиа адмирал ответ отдельный вест индийской флотилии кавалер ордена испанской короны блять и мне стоило бы пручить тебя вон в той подворотне на этом у вас нет таких прав и много полномочий что поторопимся мы еще встретимся хорошо бы вам перед этим еще манером подучиться в быстром движении вынимает шпагу да не при свидетелях вас не поймут твое счастье но поверь оно будет недолгим Диего уходит глубь города не узнал не узнал не узнаю дон Диего ага в другой день его бы ничего не сдержало видимо окрыли он тем самым делом для которого он пересек океан пересек океан океан скажите скажите солдаты вы не боитесь нарваться на неприятность таким господином а по какому поводу вы прибыли никак не можем сказать дело секретное вот как насколько секрет что ваш господин ходит при параде по улице ну переговоры же не не видишься во флотском дурень переговоры значит себе под нос какие дела у него могут быть с моими родителями спасибо госпожа Делина АД Лайда бля пустяки теперь не могу не могу не могу терпеть не могу зазнавшийся дворян но вы и сами дворянка я никогда не была в столице и для меня они чужаки не меньше чем для тебя я теперь долу перед вами да будет тебе эх продолжу прогулку корабли паруса запах моря моряки свободные люди у них впереди целый мир все не так прекрасно как кажется вы красавица видимо обсчитались романтических книг море это кровь и слезы это труд боль отвага и постоянное чувство когда ты чувствуешь что смерть дышит в затылок вы писатель чего так решили вы говорите так что хоть сейчас роман пиши не угоните меня в краску а если на море так опасно то почему вы сами еще ходите под парусом это наша жизнь матросская однажды попробовал вкус соленого ветра и подержав собственную жизнь в руках действительно кажется не более чем бестолковым влечением влечением существования я вот тогда зачем вы напрасно пухайте других смогу ли я отправиться с вами мы не круиз не круизные шхуны бесплатно не возим кого цена откуда узнать вдруг я дворянка и денег не считаю хорошо вот так ну скажем 500 дуб лонов о как увесится жемчужное украшение я учу и куда же за такие деньги доплывем свободе туда где можно начать жизнь заново меня пока моя жизнь травы и это хорошо скажите каково это слышать грохот пушек идти на бар дальше видеть новые неизведенные страны ты понимаешь как мир огромен а ты так мало сначала от пугать его обрушаются не выносимым весом затем наступает умиротворение все судьи пропадает мир слишком большой чтобы мочь успеть все и в этот момент ты просто начинаешь жить и наслаждаться жизнью а я однажды от полу весь полу весь мир по кругу а ты как тут оказался я устраившись на корабле и стану великим моряком может быть может быть но не сегодня и на этом корабле мало еще даже не испытывали меня а тут и испытывать ничего вильям не докучаю него и так много дел доброго вечера и вам поспешите уже дома скоро стемнеет наконец-то я дома фух но пришло как хорошо тут такое просто что есть что рассказать у нас тебе прекрасные новости тогда пораду меня то весь день одной встречи исполчен ты выходишь замуж мама я не выйду замуж за незнакомого человека за кого и почему я об этом последний не последний прислугу тоже ничем толку не знал значит ты ставишь меня в район с прислугой что ты конечно нет ты же знаешь как мы любим и заботимся тогда в чем причина такой секретности мы с твоим отцом не хотели тебе говорить заранее чтобы не залазить переговоры шли почти несколько месяцев несколько месяцев до это было непросто пришли с благороднейшими фамилии Испании но теперь все позади наши беды кончатся о каких ты бедах говоришь мы с отцом не хотели тебя втягивать денежные проблемы острова дела идут не очень хорошо из пиратов из-за пиратов поставки поставки к нам катастрофически сократились и твоему отцу пришлось блять искупать их на живу чем ты ведешь потому что если это раскроется в нашей земле уже ждет позор потери титула и возможно темница и нет другого способа выкрутиться дело в том что у тебя нет брата и корона уже поднимает вопрос наследника губернаторского кресла и вот в нашей колонии заинтересовалась одна могущественная семья собственно флотили и мы одним наследником уже сумеешь взвивать почет при дворе и ты предлагаешь мне стать разменной монетой в этой сделке? нет что ты это аристократ с континементом может быть даже перевезет тебя в старый свет балам двору и культуре это для твоего же блага в любом случае на этом остроте не найти супруга за цену тебе а как же любовь чувству друг к другу я понимаю в первую очередь в твоем благополучии в вашем и в нашем и всего острова ты никогда не на сцену чтобы что мы тебе делали не ценил что мы тебе делали мама это не так так я посмотрю на этого вашего жениха завтра только не плачь ну и чудно приходи себя завтра вечером знакоми вас более отчаяния захлестнул девушку и жизнь такой какой она я знал подходит к концу а слишком хорошо знала что значит быть женой дворянина жена при этом знатному мужу прошение тритульная вещь которая похвастается при дворе ее обязанность быть немой и покорной ее функция рожать наследники и ни в чем не отказывать мужу что теперь делать побег ну куда тук-тук дверь открывается комната заглядывает отец привет доча добрый вечер отец все случилось почему-то грустно отец то родители решили с тебя в каком смысле другого не знали ну не совсем ее семья жила по соседству в детстве я ее в основном обижал потом уехал еще бы спать на несколько лет ну а как вернуться скажем так смотрел на нее уже совершенно другим взглядом ясно тогда почему у меня нет выбора знаешь что не будь так пессимистична просто доверься нашему выбору и посмотри на него завтра нет привезято уверен он должен тебе понравиться и быть засвежа и весела ничего не могу обещать но попробую замечательно целует макушку я люблю тебя и я тебя пытаясь отличься от дум усилилась за чтение книг последнее время она читала о море эти истории насилили далеко прочь в новые миры и место где невозможно никогда не окажется но в эту ночь ее увлекла книжка о пиратах столь важных для них для них местах как Тартуга Порт Ройн Крепское море читала о пиратских нравах и обычаях просыпается в своей комнате едва открыв мужа ощущала тревогу конечно вызвала надвигающая знакомство обещанным мужем девушка до сих пор еле могла просить отца за этот договорный брак но она была готова дать шанс все же отец был губернатором неглупым человеком и безусловно любил ее я думаю стоит остановиться на этом моменте если вам интересно ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока